всех приветствую дорогие зрители канала герчик и ко с вами виктория сепчук тема данного видео будет про то почему нельзя торговать все и сразу почему нельзя торговать все подряд это касается инструментов и также касается сценариев и касается временного промежутка сделки да то есть внутри дня и средний срок все рынки на самом деле разную каждого своя динамика будто акции форекс или криптовалюта первое это новостная динамика да то есть когда выходят новости когда у нас рынок крайне волатильный именно новостной сильно повышена волатильность такую динамику нельзя торговать торговать спокойно технику допустим вы вчера торговали спокойно отбойную формацию до границ канала или спокойно торговали пробой и тут выходят новости вы пытаетесь это торговать на самом деле рынок заводит всех ловушку он рисует как бы сценарий более менее спокойно идут спокойные бары как только выходит новость в принципе вся ломается картинка идут паранормальные бары и вы теряете деньги поэтому в новостную динамику вообще нельзя трогать никакой рынок я не рекомендую трогать не форекс не акции не крипто рынок да ну крипто рынок опять же смотря какие новости уходят особенно если касается форекса да крипто рынок также и биткойн также да почему потому что у нас взаимосвязаны все инструменты то есть если у нас евро доллар идет туда золото у нас идет в обратную сторону допустим да или там снт 500 у нас туда идет биткоин там также ведет себя как-то противоречиво то есть все взаимосвязано поэтому конкретно отдельно что-то торговать и игнорировать другие инструменты не рекомендуется поэтому новости нежелательно вообще заходить в рынок да если вы торгуете технические картинки лучше переждать когда динамика успокоится когда будет спокойная волатильность за затухание волатильности только тогда можно будет заходить и и при том что если рынок он даст точку входа дам опять же все должно входить в ваш сценарий до должны быть все условия будут соблюдены второй пункт нельзя нельзя торговать форекс акции нефти металл сразу это да почему потому что если вы торгуете например форекс какие-то мажоры там фунт доллар или доллар и иена тут же тут же тут же вы открываете какую-то акцию с mp500 тут же вы открываете нефть тут же вы открываете например серебро 2 из этих из этого всего списка точно будут убыточных 100 процентов потому что а вот вы торгуете например у вас куда один сценарий ложный пробой например да и вы торгуете вот это начало движения на евро долларе допустим она границы ниже от нижней границы евро дар там пойдет в лонг не всмотрите от не от верхней границы пойдет шорт акцию смотрите там например от нижней границы пойдет в лонг. То есть вы, когда применяете один сценарий на инструмент Форекса, на инструмент акций, на инструмент по нефти и по металлу, допустим, золото или серебро, то, соответственно, здесь рушатся все системы. Потому что если евро-доллар хорошо идет по вашей технике, например, от ложного пробоя на хорошее движение нефта, стоит в канале, например, запили, или серебро стоит в запиле, либо нефть идет на пробой обновления какого-то максимума. То есть совершенно разный сценарий. Поэтому торговать один сценарий, ложный пробой, допустим, на всех вот этих инструментах в одно и то же время нельзя. Потому что на нефти совсем другая динамика идет. Или наоборот, когда нефть идет хорошо по ложному пробою, евро-доллар, доллар-иена, они стоят на месте, допустим. Вот вы сами можете это все отследить. Это я говорю не просто так, не из пустоты. Все это я наблюдала многое время, также понимала, что нельзя. Я ранее открывала достаточно много сделок, у меня были акции и все подряд, и нефть, серебро, и металл, и индекс, и форекс. Я понимала, что нельзя все-таки торговать, даже если у вас два сценария, например, ложный пробой и пробой, а волатильность везде разная. То есть, если и форекс спокойно, акции волатильные, например, или акции волатильные, волатильный форекс, он спокойный, например. Нефть волатильная, например, нефть, да, мы скажем так, если сейчас по новостям пройтись, то по валюте там свои новости, по акциям свои новости, по нефти свои новости, да, по нефти, например, выходят сегодня новости, и, ну, акции никак не реагируют, допустим, вы в акции пытаетесь что-то искать, и вы пытаетесь это все вместе торговать. Поэтому торговать нужно что-то одно, если вы выбрали форекс, значит, вы торгуете форекс. Если вы выбрали акции, то эти акции не должны сбиваться с форексом, да, вы должны корреляцию найти, например, S&P 500. Вот я, например, заметила все мажоры. Мажоры идут, допустим, в лонг. Акции S&P 500 большинство из них тоже идут в лонг. Если у нас доллар падает, то S&P 500 у нас растет и так далее. Вот такие корреляции вы должны сами находить уже на графике. Третье. Нельзя торговать на 3 дня и средний срок все пары Форекса. Что это значит? Например, вы открыли евро и австралиец, и евро доллар. Евро доллар вы открыли на 3 дня, допустим, в средний срок. И евро австралиец вы тоже открыли на 3 дня в средний срок. В корне неправильно. Почему? Потому что кросс пара, она совершенно так сказать, на 100% она не зависит от базовой валюты. Она какую-то часть берет, в основном она также зависит от второй своей части, от карикатируемой валюты, от австралийца, в отличие от доллара. В отличие от евро доллара. Поэтому евро доллар, он более базовый. Например, если вы открыли евро доллар на 3 дня в покупку, то евро ауди вы можете внутренняя купить, например. Или купить его на третий день, когда евро доллар заканчивает свои покупки, а евро ауди только начинает свои покупки. То есть в одно время они не ходят. Поэтому мажоры и кросс пары торговать именно в временной промежуток, одинаковое время, то есть в этот же день, например, или на несколько дней. То есть у вас должна быть разница обязательно. Поэтому если вы евро доллар открыли на 3 дня, вы заработали, евро ауди, у вас просто стоит на месте. Вот он стоит, 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 и на третий день только идет. Или он идет в первый день, а второй, третий день он стоит. То есть вы просто пересиживаете, получается, вторую вашу сделку по покупкам. Вы пересиживаете, да, и в итоге вы еще и убиток получаете. Поэтому то, что торговать временной промежуток сразу, это нельзя. Это вы должны, конечно же, отследить. Четвертое. Нельзя торговать одинаковые сценарии на мажорах и кросс парах. То есть вы торгуете пробой. Фунт доллар вы взяли и торгуете пробой. Фунт франк вы взяли и торгуете пробой. Нельзя так делать. Потому что на фунт франке, например, фунт доллар, он идет в покупки на пробой. Фунт франк идет в покупки не в пробое, а, например, отложенного пробоя от границ. То есть сценарии разные. Это вы также можете отследить. Нельзя торговать пробои фунт-франк и пробои фунт-доллар. То есть фунт-доллар там не пробой, например, идет, а совершенно другой сценарий. Да, расстояние оно такое же, я имею в виду направление, оно похоже, но сценарий совершенно разный. То есть именно сценарий там ложный пробой, ложный пробой там на кросс-парке, на мажорах, так делать нельзя. Например, фунт-франк вам дает покупки от отбойного лимитного уровня, а фунт-доллар вам дает покупки от ложного пробоя, допустим. Здесь совсем другая динамика. Пятое, нельзя торговать акцией одного индекса и другого в одно время. Например, акции Dow Jones, вы взяли акции S&P 500, совершенно другие рынки, совершенно другие компании. Торговать их в одно время я не люблю. То есть, если у вас два сценария, вы торгуете ложный пробой и пробой, акции S&P 500, например, все идут пробивать в лонг, Dow Jones стоит на месте, например. Она пойдет, может быть, даже не в лонг, а в шорт через какое-то время. Поэтому все подряд, все индексы, все акции, компании, все сектора, все подряд это не нужно делать. Прежде чем отфильтровать свою торговлю, прежде чем вообще приступать к инструментам, приступать к формированию своего портфеля, нужно, во-первых, отбирать инструменты и понимать, что они не могут ходить в одно и то же время. Если S&P 500, значит S&P 500, Dow Jones, значит Dow Jones и так далее. В принципе, все, что я хотела сказать в данном видео. Всем спасибо за внимание, кто посмотрел, если видео было полезным, ставьте лайк, это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчако, кто еще не подписан. И всем успешного обучения, всем успешной торговли, всем до встречи, всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!